Первое, что ты подумал о России, это то, что там холодно. Приехал сначала, целый год просто изучал русский язык. И сколько лететь до Гвинеи? Мне один раз подарили словарь мата. Словарь мата? Такой есть? Я только смотрю на других, они поворачиваются. Ну ладно, ты поворачиваешься. Да, я буду готовиться к фитнес-баттнам, но я просто пиццу не буду есть, и всё. Я просто, ну, извините за слово, охренел. Я остался здесь в минус 40. Каждый должен быть уникальным. Привет, меня зовут Осипова Наталья, я фитнес-директор сети Брайтфит. И сегодня у нас в подкасте «Слушай» интересный персонаж, которого зовут Маис. Он является мастер-тренером в Брайтфит Максидом. И он расскажет интересную историю, как он переехал из Гвинеи в Россию, расскажет, как реализовывался. Мы поговорим немножко о жизни, о спорте, о его целях, кумирах и его интересах. Маис, привет. Привет. Слушай, давно тебя знаю как тренера в Брайтфите, но хочу узнать, откуда ты, где ты родился, как вообще так получилось, что ты приехал в Россию. Расскажи немножко о себе, где родился и что это за место такое. Я родился в Гвинеи. Гвинея – это страна Западной Африки. Я родился в ее столице, в Канаке называется. Я там родился, учился в школе и запущен университет. А что за университет? Университет называется Лансанаконте. Лансанаконте – это наш президент, сейчас его нет в ЖВИ. И университет относится его имя. Вот, я там учился на экономиста. А что за юрист? На экономиста. Экономист, да. И закончил, потом начну работать, попробовал для себя. Экономистом? Да. Там в Вине. Правильно все. И я чувствовал, что это, наверное, не для меня. И нужно что-то поменять. А что было не так? Во-первых, там экономистов очень много. Получается уровень зарплаты низкий, потому что много людей. Такие институты или, как сказать, направления. То есть низкая зарплата? Низкая зарплата. В перспективе не очень понравилась? Да. А вообще вот сама сфера экономики, она тебе близка? Или вообще не твоё? Нет, как понятие экономики, ну, наверное, близка чуть-чуть. Но я бы не хотел в этой сфере работать. Слушай, а как-то получилось, что ты пошёл именно в экономический университет? Так, давай встречай про историю. Давай. Вот, в моей семье четверо мальчиков, я последний. А, то есть у вас четверо братья? Да. И когда четверо братья, получается, самые старшие, это как папа для остальных. Ага. И он на них сильно влияет. Сколько разница у вас в возрасте? Вот твоя, например, старшего брата? 17. 17 лет? Да. А тебе сколько лет? 32. 32? 32, то есть это получается 42-40... 47 лет твоему старшему брату лет? Да. Обалдеть, это действительно большая разница. Да, и я поздний ребёнок. Ага. То есть я родился, когда моему папе было 59. Вот. И сейчас его есть в живых тоже. Но я о том, что когда ты в такой семье, на тебя другие влияют. Получается, что когда я хотел поступить в университет, в другой город, мама сказала, не уезжай оттуда, ты ещё маленький. Ну, ребёнок, типа. Вот. И получается, что все уговорили, я, ну, был послушным мальчиком. Ну, я согласился. Сейчас непослушный мальчик. Конечно. Я очень хочу, да? Да. Вот. То есть ты хотел в другой город куда-то уехать? Да. И сказали, нет, ты ещё маленький. Ну, тогда мы брали, 16 лет, и сказали, ну, рановато пока. А на кого ты хотел уехать туда, в другой город? Там я хотел изучать, как называется это по-русски. Ну, геологию. Геологию? Да. Знаешь, что такое? Это что-то связанное с землей? Да, правильно. А почему? Потому что у нас самый большой резерв в мире, боксит, в Гюнея. Около 40% мировой запас. Вот. И поэтому эта сфера была очень-очень интересная для меня. И железобетонно, там можно заработать деньги. Да. Вот. И получается, что, ну, я хотел, мне уговорили, я остался, закончил, ну, ту направленность, которая мне не нравится особо. И всё. И когда закончил, на как работать, мне особо не нравилась работа сама. Вот. И я начал искать пути другие. Ну, как вообще отсюда выбираться? Ага. Вот. А подожди, а вот мне интересно, а братья твои, кем они работают? Работали? Ну, у меня старший брат, самый первый. То есть у него свой бизнес, он создаёт мебель. Ага. Вот. Там в Гюнея он сейчас? Нет, нет. Сейчас вообще мы в разных странах живём. Ага. То есть он живёт в Анголе, Анголе – это другая страна Африки. Ага. А второй, после него, который, он живёт в Марокко. Марокко – это, ну, знаешь, наверное. Да, да, конечно. Третья уже там, в Гюнею, а я тут, большинство, мы вот общаемся. А ты не возвращаешься туда, в Гюнею, или, может быть, к братьям не ездишь? Ну, я два года назад был в Марокко, к одному брату, потом в Гюнею. Ага. Вот. Я брата также из Гюнеи в Марокко, потом и сюда. А тот, который в Анголе, мы с ним давно не виделись. Ага. То есть есть такое, что вы дружите, вы друг к другу катаетесь и дружите с семьями. Это очень важно. Да, общаемся хорошо. Так, получается, что ты закончил экономический университет в Гюнее. Понял, поработал, понял, что это не твоё и думал, куда идти дальше. Да. Так, и что произошло? Как ты в Россию-то попал? Ну, было предложение, вот. Я сначала хотел поступить в университет в Франции, в Франции, и так получилось, что там были какие-то моменты финансовые, которые были недоступны для меня тогда. А в Россию было предложение учиться бесплатно, поэтому только ты успеешь при этом. Ну, Россия, Россия холодно, но поехал. Первое, что ты подумал, Россия, потому что там холодно, ну, серьезно, это так. Ну, поехал, ну, и всё такое, что я здесь. Ага, а во Францию, там, получается, нужен же французский язык? Ну, это у нас почти официальный язык страны. Ну, не почти, а официальный язык страны. Да, получается, что в некоторых семьях уже с рождения люди начинают разговаривать на этом языке, вот, и это мой случай. То есть ты знаешь французский, хорошо, да? Ой, здорово, а английский знаешь? Английский немножко. Вот так, на такой уровень, короче, могу понимать. Понимать, но не разговаривать? Нет, могу что-то сказать. Ну, конечно, бывает с ошибками, но могу что-то сказать. Когда я отдыхаю где-то, я могу сказать, что хочу. То есть не потеряешься где-нибудь в Америке, если ты там в гетто куда-нибудь запретешь, справишься, да? Куда идти налево-направо. Это здорово. А сейчас французский как-то используешь в своей жизни? Использую. Как? Я сейчас закончил университет в России, и у меня уровень магистр, магистр словен, и русский язык знаю неплохо, ну, как ты его замечаешь. Неплохо, хорошо. Я преподаю французский онлайн, то есть у меня есть свои ученики, с которыми я занимаюсь онлайн, но в сегодня время. То есть это, грубо говоря, репетиторство? Да. А много у тебя таких часов, загрузка? Ну, у меня в день 2-3 часа точно есть. А, здорово. Нравится тебе это? Нравится, но там у меня есть студенты в Франции, и даже в Казахстане есть, ну, и в России тоже. Просто, ну, интересно с людьми, ну, с родными людьми общаться. А у тебя разговорный французский ты преподаешь, или уже ты можешь подготовить, например, к какой-то более профессиональной? Потому что сейчас у меня девушка одна, она собирается поступать в школу во Франции. Она там живёт, но пока она не понимает французский и учится у меня, чтобы поступить в школу. Классно. То есть я её готовлю. А есть у тебя успешные выпускники, кого ты вот вырастил, подготовил, и они поступили? Ну, пока таких нет, но в основном те, которые занимаются, они, ну, уровень у них очень хороший становится. То есть ты их выращиваешь в языке, и это им помогает? Вот, да. Здорово, классно. А когда ты приехал в Россию, куда ты приехал, в какой город и чем ты занимался? Я приехал прямо в Екатеринбург. А почему Екатеринбург? Я поступил в ГУРФУ. То есть сюда же. На какую специальность? Тоже экономист? Нет, на химико. На химико? Да. Как ты с экономистом на химико перепрыгнул? Потому что, как я сказал заранее, что, ну, ранее, что у нас страна богата именно таким, ну, рудой, боксидом. Я хотел именно в этом разбираться. Как это вообще, ну, как трансформация происходит. Потому что у нас получается страна так сама, ну, богатая, земля богатая, а люди бедные. Получается, что, ну, почему так? Я хотел разбираться. Вот поступил и узнал. И хотел в итоге сделать свою страну богаче? Ну, это цель любого там. Получается, что пока не получается. Ну, вот. Я уехал. Может, потому что все уезжают? Да. И получается, что, наоборот, кадры ценные уезжают и с тобой их теряют. Да. Так получается. Так, ты поступил на химико. Да. Трудно было поступить на химико? Так. Ты же, наверное, экзамены какие-то сдавал? Я скажу, что я в школе очень хорошо имя узнал. Потому что у нас школа есть три уровня. Это получается начальная школа до шестого класса, а потом средняя школа, это седьмой класс до десятого. Потом лице. Это обязательно. А после лице здесь государственный экзамен поступит, ну, с опыт в университет. Как, например, ЕГЭ наше. Да, да, да. А у нас получается после средней школы, после начальной школы экзамен государственной сначала, туда в среднюю школу, потом и так далее. А я получил по химии. Высокий балл? У нас в стране самый высокий балл, когда привлекали результаты. То есть, выше моего балла никто не получил по химии. Поэтому я сказал, почему не по-рубит. Ну да. Видимо, у тебя есть способности к этому? Ну, наверное. А ты их не реализуешь, потому что ты тренер? Нет. Не буду. Вот. Так получилось, что поступил. Короче, для начала, конечно, язык сначала из Губрии был нормальный. А подожди, а вот с русским, например? То есть, ты родился в Гвинеи, у тебя был французский язык. А с русским как ты вообще пересекаешься? Ну вот, чтобы учиться в России, надо русский язык изучать. Приехал сначала, целый год просто изучал русский язык. Уже жил в России, в Екатеринбурге и изучал русский язык. Да. Как ты его с репетитором изучал? Нет, в университете. Ага. Вот. То есть, на первом курсе уже? Нет, это под факт. То есть, до первого курса. Есть подготовительный факультет, называется. Вот там. То есть, целый год ты жил? Жил в общежитии. В общежитии в Екатеринбурге и изучал русский язык? Да. Только русский язык? Только русский язык. Обалдеть. Так много русского? Да. Вот. И общался тоже много. Поэтому, ну, быстро так, короче, что... Изучил. Да. Классно. Но, на самом деле, очень же часто, когда приезжаешь в какую-то страну, например, там, по обмену в Америку, тоже приезжают студенты. И они очень быстро изучают английский язык, потому что живут в этой стране. Видимо, у тебя такая же история получилась на Россию. Да. Что ты жил, видимо, со студентами, там, общались, тусовались и всё. И сленг, и не сленг, всё уже научился. Мне один раз подарили словарь матов. Словарь мата? Такой есть? Да. Только лежу в России и не знал об этом. Да. Так просто. Там одни маты. Я говорю, ничего такого. А там типа есть расшифровка, вот, например, вот такое слово? Да, да. Там прямо всё есть. Помогло тебе это? Ну, помогло, но я не пользуюсь таким словом особо. Я уже знаю, разбираюсь, когда слушаю. А вообще у тебя не возникает сложности, там, ну, вот, с русским? Наверное, сейчас уже нет. Сколько лет ты живёшь в Руси? Девять уже. Девять лет? Ну да, это так-то уже срок. Да. Уже во всём точно разбираешься. Да, почти. То есть, смотри, ты год, получается, проучился русскому, и потом уже пошёл на химика. Да. И как ты учился на химике? Нравилось тебе это? Сколько лет ты поучился? Нравилось, потому что химия – это универсальный, ну, как бы, как сказать, ну, предмет. Универсальный такой. Ну, там все формулы пишутся однаково, хотя, ну, в русском так, какие-то слова по-другому, но всё, что нужно знать, если ты уже знаешь на своём языке, то на русском будет проще немножко. Вот. Поэтому, ну, было не так легко, как мне сначала показалось, но я скажу, что было не так, очень сложно тоже. То есть, всё давалось тебе более-менее нормально, ты справлялся, да? Да. Ну, кроме, конечно, таких предметов, когда у тебя там поток ещё, где другие предметы, как история, там, не знаю, русская литература, психология, ну, не знаю, что там было. Это уже сложнее, да, было тебе? Сложнее, потому что там именно, ну, чисто русский язык, а ты ещё только начинаешь и теряешься. Ну, да, а в химии ты уже знаешь, потому что у тебя ещё и профильное образование школьное было химии, поэтому проще было. Вот. А тут, получается, с историей вообще, ну, это была у меня первая тройка по истории. А вообще у тебя какие оценки были? Ну, у меня нормальные, 4-5 было в основном, но у меня были три тройки за весь период. За те предметы, которые тебе не очень шли? Да. Вот типа истории, да? Да. А в школе ты отличником был? Да. Да? Да. Обалдеть. Вот. Интересно, я не думала, не знала. То есть не видно, да? Ну, видишь, я тебя знаю немножко по-другому, как с точки зрения тренера. И то, что ты сейчас рассказываешь, ну, это реально интересно. Я как будто тебя узнаю с другой стороны вообще. То есть, ну, про химию, блин, в смысле мои с химией, ну, вроде как это совершенно разное. А на самом деле видишь, что ты и специалист химии. Да. Так, ну, а ты вообще фитнесом занимался в то время, когда ты поступил, и даже в Гвинеи, например? У нас в Гвинеи спорт, который очень развит, это футбол. Потом баскетбол. Я сам занимался футболом почти всю жизнь, ну, пока я там жил. То есть я пол-профессионал, я играл во второй лиге даже. И потом уже все началось там с коленами, с ногами, и я ушел. То есть ты начал травмироваться? Да. Да? И ушел из футбола, но еще там в Гвинеи. Да. Ну, чем-то занялся другим? Куда-то в фитнесе? Особо ничем. Вот. Ну, домашний фитнес, там, отжиматься, там. Ага. Подтягивался, пресс качал. Вот, все. А в России уже в общаге там был зал, и вот. И мы с другом начали ходить немножко там, ну, к этим курсам уйдет только. Угу. Вот так. Потом пошли уйдет в зал. Угу. Вот. Мы были клиентами. Прямо в фитнес-клуб пошли? Да. Да? Мы были клиентом Брайта. Ага. На Пионерском. На Пионерском, да. На Блюхер. Ага. И тогда твое знакомство с Брайтом началось, да? То есть ты пришел туда как клиент? Как клиент сначала. На четвертом курсе института? Да. Так получается? Да. Расскажи дальше про это. Ну, вот мы с другом занимались, и за полгода я видел хорошие результаты. Угу. То есть прям хорошие. Ну, я набрался 16 килограмм. 16 килограмм за полгода? Да. А как так получилось? Так у меня рост такой был. Такой же, как и сейчас? Да. Такой же. Был, как ты вырос на метр. Да, да. Вот. И при этом я весил, ну, 69,70. А сейчас ты весишь? А сейчас 93 уже. Ага. Так, вот я как-то 30 набрал. Да. Нет. Тогда я набрал 16 за полгода. Потом поддерживал. И сейчас, когда я нахрен выступал, уже набрал еще больше. Ну, со временем. Угу. Ну, пока ты отдыхаешь. Ну, ты нет. А кто был твоим проводником в фитнесе? То есть ты пришел, не знал ничего про фитнес, да? Пришел там худенький мальчик. Да. И такой раз за полгода плюс 16 килограмм. У меня был тренер Слава. Угу. Сейчас он, брат, работает. Угу. И мы с ним начали заниматься. Угу. Ну, он мне помогал. То есть на путь себе по тренировочному процессу, по питанию он все тебе первые давал, да? Да. Да. Вот. И все отрыв пошло. И после Славы ты начал заниматься самостоятельно? Да. Да? Да. А вообще про фитнес, про то, как правильно выполнять упражнения, питаться, этому ты где научился? Когда я еще жил в общежитии, с другом занимались. Угу. Вот. И тогда мы начали сразу, ну, там какие-то литературы находили в интернете, с ним изучали, всякие. Но про питание мы особо ничего не знали. Это уже позже пошло. Угу. То есть читали литературу в интернете, именно как тренироваться правильно, да? Как тренироваться, да? Как строить тренировки. А дальше как тренироваться, ну, уже со временем узнали с ним. Ага. То есть мы с ним занимались, потом он сейчас уехал домой. Вот. А домой куда? Ну, в губернии обратно. А, то есть он вернулся все-таки в губернии. Да. Каким он работает сейчас? Ну, он работает инженером там, тоже химиком, но он металлург. Ага. Ему нравится эта работа? Он успешен там? Мы общаемся, ему вроде нормально, нравится. Ага. Они не жалеют, что уехал из России? Он в этом не говорит. Ну, интересно просто, ты вроде бы как остался в России, да? И совершенно в другой сфере развиваешься. А вот твой друг все-таки уехал в Губинею и вот реализовывает себя там. Ну, потому что он сначала думал, что, ну, я пошел работать тренером, а он не пошел работать. Ну, не тренером, не в другой сфере, поэтому, наверное, он почувствовал себя, наверное, там. Нужным там. Нужным там, да. Как получилось, что ты учился на химико, вот я вижу, ты начал интересоваться фитнесом. Как получилось, что ты принял решение остаться в России и вообще пойти по сфере фитнеса работать? Это когда, ну, когда я начал проходить практику, учебную практику. У тебя какой-то завод был, да? Да. И на заводе я видел, как люди живут. Я сказал, ну, я сказал себе, я так не хочу жить. То есть приходить там с утра, рано в восемь там, ну, завтракать дома, приходишь. На заводе там есть, ну, с двенадцать до часа, обед, потом до шести, там, ничего такого, ну, заработать, заработать, ничего. Потом вечером приходишь домой, ложишься спать. Ложишься спать, утром приходишь снова. Да, я говорю, ну, мне не нравится рутына. Ага. Когда ты в фитнесе, ну, я, когда начал работать в фитнесе, я, ну, клиенты есть, занимаюсь с ними, договариваюсь заранее. То есть ты сам себе предоставлен, грубо говоря. Да, да, да. Ты можешь график свой подстраивать, как тебе удобно. Да. И еще, по этому, ты больше зарабатываешь, чем там. Я говорю, ну, чувак, так не надо. Я хочу туда, да? Да, 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 и все. Ага. То есть рутина, что у тебя есть определенные рамки, и там зарплата тоже может быть больше в фитнесе, да? Да. Вот, и поэтому я сказал, ну, лучше, наверное, там проливаться. Ага. Вот. Про тренерство. То есть, где ты начал работать, в каком клубе, как у тебя вообще, ну, там, само становление тебя как тренера происходило? Ну, я начал работать именно в Брайте. То есть... Но не на Блюхера. Не на Блюхера, а на Белинского. Угу. В первом Брайте. Да. То есть, проходив там обучение, я, ну, сделал объявление в интернете. По объявлению, значит, взяли, да? Да, 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 мне позвонили очень, ну, много в фитнес-центру. Ага. То есть, как бы, приходил, в то время еще я, ну, не умел особо разговаривать с людьми. Ага. Ну, как я уже... А сколько лет ты тогда жил в России, когда ты пришел устраиваться в Брайтфит и вот на первое собеседование? Это было, ну, спустя пять лет, получается, три года обучения русского языка, потом четыре года университета. И закончил университет. Угу. Сначала на бакалаврят. Угу. Потом пошел работать. Угу. Потом поступил в магистратуру еще и продолжил работать. Когда я закончил магистратуру, я уже понял, что эта сфера больше нравится, чем... А, то есть ты совмещал работу в Брайте и учебу в магистратуре? Да, да. Ага. Потом, когда я закончил магистратуру, я уже принял решение остаться, ну, и работаю в этой сфере. А как отреагировала на тот момент твоя семья, что ты останешься в России? У меня, когда я приехал в Россию, это было в 19-м году. Ага. В 19-м году не стала моя мать, мама не стала. Угу. И у нас получается по традиции, когда человек, ну, умирает, погибает и умирает. Вот спустя там, ну, день, могут хранить тело только день. Угу. Угу. Добраться бы просто физически не успел, да? Да. Угу. И сколько лететь до Гвинеи? Да, сейчас скажу. Как это происходит вообще? До Москвы два часа, с Москвы до Марокко часов семь, наверное, еще семь. Ага. Да. И там еще пересадка восемь часов длится. В Марокко тебе нужно восемь часов подождать? Да, в Марокко. Так. А до дома сколько еще до Гвинеи оттуда? Три часа. Три часа? Да. Три часа? Да. То есть около двадцати пяти, да, часов лететь? Ну, в общем, долго, да. И еще, так, нужно еще купить заранее, видеть. Ну, конечно, они могут быть сразу. Вот, да. И поэтому, ну, я не успел. Ага. В итоге я не поехал. Угу. И, как раз, это было в ноябре, в декабре бабушки тоже не стало. Угу. То есть получается мама, матери моей. Угу. И, как раз, еще пять месяцев папу не стало. Я говорю, что происходит? Угу. Вот это сложный год у тебя был. Вот. И все. Короче, ну, из-за всего этого я не хочу там находиться, потому что это и все. Много воспоминаний связаны не очень приятно, да? И поэтому, когда я решил остаться, и это мое решение. Ага. То есть, как бы, мне нельзя, ну, не перед тем отчитаться. А братья? Ну, то, что ты... Там один есть остался, но мы с ним хорошо общаемся. Ага. Ну, я с ним очень близко, потому что он прямо, ну, тот, который приходит до меня. То есть с ним больше проводили время и с ним больше общаются. А с остальными, ну, общаемся не так близко. Угу. Я ему сказал, я не вернусь. Я останусь. Ну, он это решение принял. Да. Своя семья наверняка, да? Да. Да. И ты, получается, остался жить в России. Да. По перелетам. По перелетам. У меня тоже была связана история с длинным перелетом. Ты знаешь, что я была в Австралии несколько раз. Ага. И тоже наш перелет был 35 часов. Ну, время в небе, оно было около, там, 15 часов. То есть это тоже Москва. Москва, Пекин, Пекин, Сидней. И это долгий перелет ужасный. И мы в Пекине тоже были около 8 часов, наверное. Один раз через Пекин летали, другой раз летали через Дубай. И я помню вот эту ужасную пересадку 8-часовую. Вот в Дубае у меня была пересадка. Там, ну, мы просто ложились на пол и лежали, и спали, и пытались как-то скоротать время. Поэтому, да, долгий перелет – это очень тяжело. Еще потом прилетаешь, такой весь утекший, опушит, думаешь, о господи. Еще, ну, смена же часовых поясов наверняка у тебя тоже есть. Конечно. Тут там, ну, то есть там очень большая разница в часовых поясах, и ты ничего не понимаешь, что происходит. Поэтому долгий перелет – это такое дело. Когда ты последний раз был в Гинее? В девятнадцатом году. В девятнадцатом? А, ну, то есть около полутора лет назад, двух лет. Да. Ну, два, почти скажем. Потом все это было в январе. Ага. Ну, главное, что поддерживать связь с братьями, и периодически появляться – это же очень важно. Да. Давай вернемся в Брайт. Получается, что ты принял решение остаться в России. Да. А начал работать в Брайте на Белинского. Да. И здесь обучался, и у тебя пошло становление твоего как тренера. Как тебе вообще работать со тренером? Может быть, у тебя есть какие-то инсайты, и как ты хочешь развиваться дальше в своей сфере? Ну, мне нравится эта работа сначала, во-первых. Во-вторых, я очень люблю, когда вижу, что мои клиенты меняются, и мне это нравится. Поэтому, ну, я как выступающий спортсмен, и я хочу готовить спортсменов. То есть продолжать работать и помогать другим тоже стать такими хорошими атлетами. Угу. А давай поговорим с тобой об этом. Расскажи про то, как ты пришел к бодибилдингу, в какой категории ты выступаешь и каких успехов добился. Как вообще произошло такое, что ты сказал себе, я хочу выступать? Я вот опять-таки знаю тебя вот в такой фигуре, отличной форме. Ты когда рассказываешь, что ты пришел с 70-килограммовым мальчиком на Блюхера, у меня пока картинка не схлапывается. Расскажи, как ты вообще к этому пришел, к соревнованиям? Когда я начал заниматься сначала на Блюхера, там был Саша Александр Обухов. Угу. Он там работал тренером? Тренером. Угу. Ну, там я обычно, ну, часто здоровался с тренерами, и он меня запомнил. Еще бы тебя не запомнить. Да. Когда я хотел устроиться в Брайт, то он меня опять принял как тренер. Ага. Потому что он тогда был на Бринского координатором. Да, он набирал тренерскую команду, я помню. Он меня набрал, и он мне помогал. То есть, получается, ты пришел в перспективе работать в Брайт? У тебя было много звонков, и ты пришел по рекомендации Саши. Да? Но не по рекомендации, потому что он сам меня принял. Ага. Ага. В своем месте. Вот. И когда он меня принял, он мне помогал работать в первое время. Ага. Потому что он... Ну, это правильно, он твой наставник, он твой координатор. Да. Вот. И это был очень такой, ну, такой момент для меня очень запоминающийся. Помог он тебе, да? Да. Ага. Вот. И там начался мой путь. Ага. Потом, когда я хотел, не хотел сначала выступать, он меня уговаривал постоянно. Ага. У тебя хорошая форма, давай выступай, давай выступай. Я говорю, нет, я не хочу. Ну, я боялся. Ага. Ну, потому что это что-то новое для тебя, и ты не знал, как это выстроить. Да. Я вообще... Раньше, пока я не работал тренером, я не интересовался вообще бульбильдингом. Угу. То есть, если сейчас скажешь, какой у меня, ну, как сказать, кумир. Угу. Да. Я не забыл никого. Серьезно? Да. Потому что я раньше этим не интересовался. Только когда я стал тренером, я стал интересоваться этим. Я смотрю соревнования всякое, но до этого момента я вообще не интересовался. А сейчас кто у тебя кумир? Ну, сейчас это уже не надо будет. Ага. То есть, нет какого-то человека, на которого ты бы хотел быть похож? Да. То есть, сам на себя? Да. Вот. Да. Интересно. Ну, просто я смотрю на себя, я смотрю на других, я не могу быть как они. И как, ну, как сказать, каждый должен быть уникальным. Согласна. Но есть же, во-первых, разные сферы. Да. Ну, то есть, есть спорт, есть управление, есть там менеджмент, есть там юриспруденция и так далее. И ты в кумире, как правило, ищешь те качества, которые ты бы хотел в себе реализовать, чтобы они были посильнее. Ну, я... И это тебя мотивирует, например. Я скажу, что эти люди, которые должны мотивировать, они добились очень многого в спорте, да? Я пришёл в спорте, ну, спорт поздно. Вот. Я выступал первый раз, когда мне было двадцать восемь. И это поздновато. И эти люди, ну, я не могу достигать уже такой высокий уровень. То есть, как они? Я, как любитель, могу выступать на... Ну, почему? Есть же категория мастерс. То есть, может, ты сейчас там через пять лет, шесть лет выступишь и будешь... Ну, я знаю, что если... У тебя очень хорошие результаты. Да, если результат хороший, я не отрицаю, но... Я хочу ищу свою дорогу сохранять. Угу. Вот. То есть, это бьёт по здоровью у тебя? А? Бьёт по здоровью все твои выступления. Ты, да. Потому что я выступал два с половиной года без безлиба. Каждые полгода, получается, да, сезон? Каждые полгода и выступал. Поэтому я думаю, что... Ну, я знаю, что это может быть в плане здоровья. Угу. И лучше с этим быть аккуратным всё. Угу. Ну, я согласна с тобой, что два с половиной года, каждый полгода, просто некоторые же ребята выступают, например, полгода, потом полгода отдыхают, набирают там форму, потом снова выступают. Вот. То есть, быть может, для здоровья так было бы правильнее. Ты как-то стартанул два с половиной года и наелся, да? И ещё мне понравилось, и я продолжал вот так два с половиной года. Угу. Вот. И Саш меня уговорил, мы пошли, первый раз выступили на чемпионной кубке Шанькина. Угу. И там я занял десятое место, я вообще не знал позировать. Я вышел на сцену. Сколько участников было? Двадцать три. Ага, и ты десятая занял. Да. Ну, то есть ты выше серединки, получается, был. Да. Вот. Но при этом я вообще не позировал. Просто позвали на сцену, я стоял и в одной позе до конца, и всё. Ну ладно. Подожди, ну там же есть повороты, четыре повороты. Ты что, их не делал? Я только смотрю на других, они поворачивались. Ну ладно, ты поворачивались. Вот. Вот. Короче, заняли десятое место. Потом мы пошли опять на чемпионат Северной области, там четверое место, потом еще УРФО, четверое место тоже. Первое место ты занял в чемпионате УРФО? Это было потом. В девятнадцатом году? Да, уже. Угу. Потому что первый раз я занял на четверое место, второе тоже на четверое место. Угу. А третье уже первое место занял. Угу. А сама подготовка тебе давалась сложно или нет? Потому что мы с тобой как-то разговаривали про фитнес-баттл. Да. И ты мне тогда сказал, что ну да, я буду готовиться к фитнес-баттлу, но я просто пиццу не буду есть и все. Да. Ну потому что после чемпионата УРФО и области, ну проходит там сколько, месяц-полтора до фитнес-баттла. Угу. Ну форма вроде неплохая. Просто я перестал есть за две-три недели. Ну и всякую еду, которая не способствует сушке. Но остальные подготовки тебе сложно давались или нет? Вот если взять, например, давай возьмем твой выступательный год 2019. Угу. То есть твой самый успешный год, да? В бодибилдинге. Насколько тебе сложно далась подготовка? Сложная. Потому что я выступал только по пауэрлифтингу. Ты еще тогда выступал по пауэрлифтингу? По пауэрлифтингу, да. Это было сложно, потому что я занимался почти каждый день. Угу. И питался очень жестко, ну правильно. Угу. И ну почти целый год я был в форме тогда. И это было сложно. А как тебе удалось совместить? Потому что тут ты сушишься, а тут ты наоборот должен быть в большом весе, чтобы поднимать большие веса. Как ты вообще это совместил все? Нет. Почему большие весы, чтобы поднимать большие веса? Можно поднимать большие весы, при этом иметь собственный вес маленький. Угу. Просто надо быть сильным и все. То есть ты вошел в свою категорию весовую? Да. И тренировался в свои силовые каскательства. Угу. И потом подсучился и выступал там тоже. Не травмировался? Нет. Это очень хорошо. Да. Ну потому что на подготовке к соревнованиям у тебя организм такой, потому что я тоже выступал в бодифитнесе в свое время. Мне было двадцать один год. И я помню, что я тоже каждый день тренировалась. Но у меня очень сильно там, я похудела за месяц буквально на двенадцать килограмм. У меня были каждый день тренировки, у меня было очень жесткое питание. И так как я очень много скинула, мне очень тяжело это давалось. Я была такая слабая прямо. Я представила, что ну вот я готовлюсь на соревнования по бодифитнесу и мне еще надо пойти там присесть или потянуть еще много. Ну я бы на тот момент этого не смогла сделать. Ну потому что у меня подготовка была такая очень жесткая и серьезная. Видимо, ты был в форме. Да. И не было такого серьезного набора веса или спада или сушки. Нет. Я когда выступил по бодифитнесу, я там не следил за весом особо. Ну собственным весом. То есть я набрал мышцы. Угу. Вот. Если мышцы хорошо, ну мышцы помогают еще тянуть. Угу. Конечно. То есть я как бы не рассчитывался особо так, как ты тогда. Ну да. Я тогда действительно жестко грубанула. Это был первый мой старт и особо не подготовленный организм. И мы так, ну в последний момент решили готовиться. То есть старты были в октябре, а мы начали серьезно готовиться в августе. Так, конечно, нельзя делать. Ну понятно. Вот. Но зато теперь я на своем опыте это все прошла и понимаю, как надо правильно готовить клиентов. Угу. Как хочешь развиваться дальше? Как я уже сказал, я хочу развиваться, то не только в... Ну в целом я не люблю монотонность. Угу. Вот. Когда там, ну приходишь на работу, в детство одно и то же, и потом выходишь. Нет. Нет. Я люблю, когда есть что-то интересное. Угу. То есть я хочу готовить клиентов, кто выступает. Смотреть, как они меняются, какие результаты они получаются и так далее. Вот. Мне это нравится. Когда приходишь на работу, ты имеешь клиентов одних и те же или, ну, новый появляс, но у них цели похожи. Угу. Ну это тоже самое, как почти происходит. То есть тебе интересно работать с клиентами, которые прямо приходят тебе с определенной целью и ты готовишь к соревнованиям. Да. То есть ты, получается, реализовываешься как, вот именно как тренер, как преподаватель, да? А сейчас у тебя есть клиенты, кого ты готовишь к соревнованиям? Есть. А куда готовитесь? В этом году мы не будем выступать. Эта девушка пришла в этом году и начала в январе заниматься. И она говорит, выступать. Но мы разрешили через год только выступать. Угу. То есть вы хорошо подготовитесь год. Да. Как я за два месяца, да? И потом выступите. Да. То как к бодибилдингу или к силовым тоже кого ты готовишь? После того пока нет. Был у нас сейчас из-за карантина. Он живет с бабушкой и он боится ходить в зал, потому с бабушкой он взрослый. Ну да, ну да. Вот. А так... Ну у меня есть еще клиенты, которые думают об этом. Ага. Пока не до конца решили. А что тебе больше нравится готовить к бодибилдингу или к пауэрлифтингу, к силовым видам спорта? Бодибилдинг. Бодибилдинг, ну потому что это прям твое, наверное, да? Вот. Но в перспективе ты не хочешь выступать? Или ты пока взял период? Нет, почему? Я отдыхаю, я думаю осенью выступать. Осенью? Да. В сентябре, в октябре, да, получается? Да. Ну здорово, возвращайся, потому что у тебя есть все данные, надо снова стать чемпионом в УРФО и не только в УРФО. Посмотрим. И завоевать все медали. Угу. Вот это такой интересный персонаж, у тебя такая необычная жизнь, потому что ты переехал с Гвинеи в Россию. Расскажи, есть ли у тебя что-то такое невероятное в жизни, что вот ты сделал и как бы сказал, слушайте, я сделал вот это вот. Есть такое. Что тебе запомнилось, расскажи. Это то, что я приехал в Россию. Ха-ха-ха. И остался здесь минус сорок, да? Я когда шел сюда, вот сегодня, я просто, ну извините за слово, охренел. Ха-ха-ха. Что очень холодно. Да. Красно. Я покраснел. Я смотрел свет в зеркал, я вижу, что у меня лицо красное. Понимаешь, ты это не видишь, но я это заметил. Просто холодно, холодно. Я так же пришла, как и ты, да. А в такие дни я просто думаю, нахрена ли, ну как бы, зачем я это все сделал. Но потом думаю о плюсах тоже. Ну плюсов много. То есть холод одно. Ну я же, ну зима проходит. Потом смотрю на плюс и думаю, что ну я это сделал. Плюс то, что ты здесь реализовался, тебе нравится работать, у тебя хорошая зарплата, ты работаешь в крутой компании, да? Все это. Что еще? Да, и что еще надо. Вот. Ну это здорово. Да. То есть, ну вот так получилось. А если бы ты остался в Гвинее, ты не думал, как бы сложилась твоя жизнь? Кем бы ты там работал? Я бы жил, наверное, не разобрать жизнь, как сейчас. Вот. Ну была бы стабильная работа, монотольная жизнь, ну такая. Вот. То, что мне не нравится. То есть ты бы работал экономистом с утра до вечера? Возможно, экономистом, возможно, и чем-то еще. Вот. Но не в спорте. Потому что у нас спорт развит, это футбол, баскетбол. А почему вот развит именно футбол и баскетбол? Почему там нет других видов? Нет, там есть, там, ну, плавание не особо. Угу. Вот. Бег, да. Бег, вот. В школе обычно есть три вида спорта. Это футбол, баскет и бег. Угу. Вот. Остальные, так, если, ну, есть школы, частные школы, где другие виды спорта развиты. Угу. Но в обычных школах именно эти три вида спорта. Вот, может быть, потому что это самое простое и самое недорогое. То есть у вас там тепло. Да. Угу. Угу. Все хорошо. Да. И все. Да. Ну, да. То есть футбол и баскетбол это проще всего. Да. Вот. То есть ты рад, что ты остался в России и реализовываешься? Да, я рад. Ха-ха-ха. Ну, самое главное, чтобы тебе все нравилось и ты возвращался в бодибилдинг и приносил очень много медалей Брайту и себе. Я тоже надеюсь. Я тебе желаю только этого. Спасибо. Ну, все. Спасибо тебе за наш сегодняшний разговор. Мне было очень интересно узнать тебя с новой стороны. Спасибо. Это тоже будет очень интересно.